всем привет за тюнингом спорткар полный привод обе умниц такая раллиная машина классическая со здоровенным спойлером стоит немало машина 700 тысяч долларов целых две расцветки имеется на выбор по скорости в принципе нормально примерно на уровне других спорткаров ускорения сойдет можно прокачать торможение нету почти управления управление вот примерно средняя это идеальный представитель золотого века ралли в те времена не было никаких ограничений оснащения движком с турбонадувом консервная банка могла на полном ходу влететь в толпу зрителей и жалкие власти ничего не могли с этим поделать фанаты не проходите мимо по описанию тут написали дичайшая табуретка посмотрим что можно выжать из этой машинки двигатель прокачать 25 со скидкой глушители 1 500 поставим двойной не так уж и дорого музыку не хотят новую завозить будет без фар есть возможность поставить него на подсветку это уже как-то излишко орали с подсветкой раскраска можно убрать все надписи либо перекрасить поменять номер желтый на черном окраска полный хром это что-то новенькое ралли в хром 25 тысяч куча вариантов цветов дополнительный наверно будет вот это краситься нижняя часть чё поставить бы может белая поставлю значит белая цвет банды 25 как обычно дорого матовые они блестящие цвета металлик с металликом понятно тут будет переливаться золото ралли на тачка из золота перламутр недоступен на классическом цвете ладно дополнительный что там где он покрасил сзади рам украсит капец ну капец а салон еще немного да лучше будет этот низ была возможность покрасить также куча цветов и листы белый ледяной белый а давай тоже белый банда 12 матовые даже можем металлик поставить золото без спойлер это просто вообще какая-то не узнать просто вообще не гоночная стола ух ты вот это вот это спойлерище двойной даже будет настолько сильная прижимная сила что пружины сдавятся до асфальта давай поставим 7500 подвеска спортивная подвеска попробуем на заниженной трансмиссия 40 супер ускорение конечно же труба тюнинг накинуть 35 со скидкой колеса тут как есть самое обычное стоят не уникальные поставить можно низкопрофильные лаурайдер на эту машину тоже лаурайдер можно затолкать вездеходная шипы поставить в принципе можно спорт наверное оставлю вездеходная лаурайдер на эту машину и 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 тоже нормально цвет колес диски черно черное вообще не смотрятся надо что-то поинтереснее посветлее дизайнчик поставить надписи будет супер летать полистой кассе не обязательно покрасить цвет дыма стекла лимузин интересный то ли бак то ли еще или это так есть водительская сторона не тонируется специально на вашу буду видно было куда поворачивать а штурману не обязательно тут видеть куда ехать вот хватит слабого затемнения все поехали супер прокачка с помощью мощи мощи да сколько проверим с места про буксовки никаких пробуксовок нету Это можно приписать к плюсам. Заглянем внутрь. Тут есть окошечко. Салон хоть тут и без всяких обивок выглядит вполне комфортно. Есть ручка держаться. Арома прочности. Все супер прочно, как обычно 200 и тут 1000 кнопок. Парфе модрым поближе. Вид, конечно, у машины прикольный. Супер, прям так Ролина выглядит. Ну, спойлер, сзади вообще просто бомба. Еще сделать тройной или четверной и повыше. Сзади супер выхватные трубы. Заглянем под капот. Сзади почему-то ничего не открывается. Прокачанный двигатель. Все серьезно. Парали нам. Почему тут капли капают? Крыша дырявая. Прям на коврик. Капец, дырявую машину продали. Тут что есть? Рычаги. Поехали по городу. Прокатимся. Правда, тут дождик идет. Будет, наверное, затаскивать. Хотя не должно. Полный привод. Даже по мокрому асфальту срывается. Срывается вполне годно. Есть кое-какие амортизаторы. Кочки немного обрабатывают сцепление. За дорогой и есть. Только вот по управляемости машина не самая легкая в своем классе. Маленько туговато поворачивал. Маленько туговато поворачивает. Управляемость вполне годная. Не теряется управление. И это даже на мокром асфальте. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И какие-то тормоза рывками. Может быть это, потому что спойлер, здоровенность стоит. Амортизатор. Поэтому хорошая прижимная сила. Ей бы весу чуть-чуть убавить. Будет совсем круто. Цена продажи. Четыреста тридцать четыре тысячи. Машина идеальна для кочек. По городу нормально ездить. Даже если подзаносит, то полный привод спасет. Можно подвернуть. Управляемые заносы. Все прикольно, только лишь слегка туговато поворачивает машина. Возможно, из-за веса. Ладно, погнали. Посмотрим каскадерскую гонку. Хотя, наверное, вряд ли эта машина создана для каскадерских гонок. Больше каких-нибудь бездорожья, песка и грязи. Посмотрим, как поедет в городе. Давай, давай, карман. Как-то она, машина на этих ускорениях быстро останавливаться. Только ускорится и сразу же тормозит. А что там народ? Один вроде не идет. Кажется, он на старте стоит. Управляемая машина вполне годная. Управляемая машина вполне годная. Такое ощущение, что меня догоняют уже. Никакие ускорения тут не помогут. Мне следует. Наверное, сказывается вес машины. У-у-у-у, недолет! Недолет! Это как так? Это что такое? Это что такое? Это что за машина? Или это разработчики этой трассы перемудрили? Но ведь она же для спорткаров создана. Попробую разогнаться. Может хватит мощи? Дайте хватило чуть-чуть. Вот это поворот. Надо же так, а? Запрыгнуть не может. Все-таки, наверное, тяжесть машины сказываться. Не хватает? Да хоть того ты быстрее едь. Все равно не летит. Ускорение как-то по-разному. Две я на машины. Нет, бесполезно. Я думаю, ускорение одинаково ускорят все машины. Но выходит, не все. Неа, бесполезно. Бесполезно. Ну ладно. Смысл дальше продолжать? Уже незачем ездить. Все равно не запрыгнуть. Интересно, конечно, получилось. Сделали трассу, а не для всех машин. Ладно. На этом у меня все. Итог. Такой машина не годна для таких гонок. Максимум, где можно на ней ездить, это где-нибудь по дороге, по грязи. Или еще где-нибудь. Ну никак не в каскадежки. А на этом у меня все. Оставляйте комментарии. Всем пока и до новых видео.